День с толком Вместо площадки – новый дом. Почему скандальную новостройку, несмотря на нарушения, все-таки планируют возвести? В Новичихинском районе нашли осиротевшего медвежонка. Как малышу живется на Страусином ранчо? Заместителя главного врача краевого наркологического диспансера задержали за взятку. По данным правоохранителя и Сергей Лазарев, в период с 2018 по 2021 год якобы получил от предпринимателя 255 тысяч рублей. Как сообщает Банкфакс, 25 мая Лазарева задержали. Он дал признательные показания, а дома у него изъяли ноутбук, сотовые телефоны и документацию. Возбуждено ли уголовное дело, пока неизвестно. Ураган в Кытмановском районе уничтожил зернохранилище. Сильнейший ветер разбросал металлические конструкции по территории сельхозпредприятия. Ураганный ветер такой силы впервые накрыл село Старая Тараба. Жертв нет, но зернохранилище превратилось в груду металлолома. Ущерб владельцу предприятия еще предстоит подсчитать. И это не все последствия. В поселке вырвало электрические провода на один из домов, где живут пенсионеры. Обрушился тополь. Жильцы уже посчитали. На ремонт им понадобится несколько сотен тысяч рублей. Восстанавливать придется кровлю и веранду. Несмотря на множество нарушений и возмущения местных жителей, на улице Гущина скоро начнутся строительные работы. Напомним, между двумя зданиями должен появиться еще один жилой дом. Люди встречались с чиновниками, застройщиками, выходили на митинги, замораживали стройку. Так, есть ли у жильцов шанс на спокойную жизнь? Когда-то им обещали зеленую зону, детскую площадку, парковку. В итоге жильцам на улице Гущина приходится бороться, чтобы здесь не выросла десятиэтажка. Да, на таком небольшом участке. Спустя несколько месяцев войны за стройщиком жители получили поддержку градостроительной инспекции. Ведомство вынесло предписание, чтобы регионстрой заморозил стройку. Везде разместили, но застройщик официально это не получил. Поэтому, раз у них нет предписаний, стройка будет возобновляться. А с нашей стороны, мы как бы жители общими силами собрали деньги и сделали экспертизу. Экспертиза у нас готова. По экспертизе также здесь очень много нарушений. Нет бумаги, а значит 31 мая здесь начнутся работы. И это несмотря на независимую экспертизу. Жителям непонятно, каким образом застройщик вообще получил разрешение на строительство. Ведь между домами будет расстояние всего метров 15. Мало того, уже построенные здания могут не перенести стройку. Дома уже пошли в трещину, в них лопаются трубы. Все, готовься к тюрьме. Вечная стена. Ну, это на самом деле так. Без солнца и вообще, как здесь жить? Мизер. И то хотят какую-то лабуду нам поставить. Это как так можно? У нас ситуация критична. То есть, если здесь пойдет кран, кран планируют, чтобы ходил именно здесь. Кран падает не по проекту. Здесь я не знаю, как мы будем жить. Мы будем стоять здесь. То есть, два дома готовы выйти, не давать строительству. Люди намерены судиться, а в мэрии, как нам сообщили, готовы в ближайшие дни рассмотреть несколько вариантов развития событий. Кстати, в градостроительной инспекции края недавно уже озвучивали свои версии. Либо разрешение вообще отзовут, либо чиновники оспорят предписание, либо застройщик исправит выявленные нарушения. Но, скорее всего, сделать это будет проблематично. Так что, появится ли здесь подъемный кран и опустят ли жители руки, еще неизвестно. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов, День с толком. В региональном Минстрое озвучили свои варианты решения жилищных проблем детей-сирот, которых на Алтае около 6 тысяч. Пока регион в числе отстающих по темпам выделяемых квартир сдвинуть вопрос с мертвой точки могли бы жилищные сертификаты. Логика проста. Если ведомство может купить для выросшего сироты только квартиру и только с определенными характеристиками, то сертификат люди могут обменять на любое жилье, в том числе и дом на земле, добавив маткапитал или взяв ипотеку. А это в перспективе сдвинет очередь. Получить такую выплату сегодня могут дети-сироты, которым граждане из категории детей-сирот, которые имеют возраст старше 23 лет и имеют на руках судебное решение, датированное не позднее 1 января 2019 года. Сдается сертификат и он оплачивается при уже по факту купленной квартире. Сумма сертификата 1 млн 325 тысяч. Правда, чтобы его использовать, желающие должны подать заявку до 1 июля в региональное жилищное управление. Но работают в ведомстве и с застройщиками. Уже есть ряд предложений заходить в Эскрову счета на поставку квартир в 2022-2023 году. Конечно, деньги сейчас, квартиры потом, соответственно, человеку сейчас жить негде. Мы максимально заточены на то, чтобы покупать эти квартиры, эти деньги превращать в квартиры сейчас. Но, тем не менее, мы готовы здесь работать, рассматривать. Правда, не все застройщики готовы выделять большое количество квартир в строящихся домах. По мнению Гилева, увеличение федерального финансирования могло бы существенно облегчить обеспечение жильем. Первый шаг был сделан еще в сентябре 2020-го. Тогда Алтай получил дополнительные 699 млн. Однако из-за пандемии освоить средства не успели, из-за чего ситуация привлекла внимание следкома России. Разбирательство еще идет. Жители частного сектора Барнаула обеспокоены. После изменений генплана в 2019 году их территории оказались предназначенными для возведения многоэтажек. Посыпались вполне логичные вопросы. Неужели ради этого их частные дома пойдут под снос, а участки нужно будет продавать? Чиновники администрации Барнаула дали ответ на самые острые вопросы. Подробности далее. Время отвечать на вопросы. Жители частного сектора Барнаула волнуют, как дальше жить. Генплан изменил функциональное назначение их земель. И теперь вместо этого может появиться вот это. По словам людей, девелоперы уже обходят дома и предлагают выкупить постройки по низкой цене. Жители частного сектора Западный, Мирный, Стахановский, Осипенко направили властям сотни обращений, в которых просят на определенных участках вернуть зону индивидуальной застройки. У нас детские площадки, это очень доброе. Все у нас так красиво, все хорошо. Детей очень много. Праздники делали в улицах. И люди склоченные такие. Все говорят, что не хотелось бы куда-то уезжать. Люди, которые желают продать, неважно по каким причинам. Они столкнулись с тем, что туда никто не хочет заходить. Все, кто отказались, все эти агенции недвижимости, потому что это идет под большую застройку. А вот ответы администрации. Собственники с видом разрешенного использования могут и дальше жить привычной жизнью. Строить, делать ремонт, а то и вовсе продавать свои участки, не боясь, что их выселят или вынудят продать свои земли. Но это вовсе не исключает, что кто-то свой участок продаст. И рядом с вашим домом вырастет многоэтажка. Мы хотим установить обязательные нормы. Обязательные для использования земельных участков для конкретных целей. Например, для многоквартирных домов будет установлен минимальный и максимальный размер земельного участка там по площади для, собственно говоря, осуществления использования этого участка для конкретных целей. Рассмотрели еще один актуальный вопрос. Почему кадастровая стоимость снизилась и как это связано с изменениями в генплане? На что чиновники отвечают. Кадастровая стоимость для индивидуальных жилых домов снизилась в целом по городу в среднем на 2000 рублей за квадратный метр. И смена функциональных зон здесь ни при чем. Как влияют инфекции на детский организм? Сегодня это обсуждали в Барнауле. Патологоанатомы, судмедэксперты, педиатры в ходе крупной конференции. Чтобы поделиться своими наработками в Краевую столицу, приехали именитые столичные профессоры. Долгое время считалось, что инфекции большой роли в патологии человека, в патологии детей не играют. Но это считали те люди, которые с этим не работали. Мы всегда придерживались той точки зрения, что инфекционная патология является одной из ведущих. И я очень рад, что вот наши взгляды находятся все больше и больше сторонников. Речь о таких инфекциях, как ВИЧ и новая коронавирусная инфекция. У детей, и это подтвердили сегодня, ковид протекает легче. Чаще всего поражаются слизистые оболочки, но в некоторых случаях страдают легкий головной мозг и поджелудочная железа. Большей части случаев выздоровления происходит без лекарственных средств. Но в России существуют клинические рекомендации лечения ковид у детей. Возможно, после этой конференции появятся и новые. Обсудили сегодня и как влияет ВИЧ на детей. К счастью, в рожденных случаях заболевания в Крае нет. Но патологии у малышей, рожденных от ВИЧ положительных матерей, порой выявляют. Это разного рода поражения мозговой ткани. Они нуждаются в более глубоком изучении и оптимизации лечения. Главная цель конференции – обмен опытом. В кулуарах врачи делились друг с другом и конкретными клиническими случаями, которые встречались в их практике. Но делать их достоянием широкой аудитории не считают нужным. Частая поломка лифта, доступная щитовая, обвалившаяся стена дома. В таких условиях живут люди в доме на телефонной. И ситуация не меняется. Кто виноват и кто может помочь жильцам – расскажем далее. Лифт старый – это техника, которая требует, чем больше лет, требует просто больше внимания. Внимание требует и состояние подъезда, фасад дома и детская площадка. Больше года местные жители ведут переговоры со своей управляющей компанией. Мол, все рушится, а она ничего не делает. За семь лет, вот сколько управляет компания, ни в одном подъезде ремонта по сути не делалось. То есть вот общаясь с жильцами, то есть конкретно говорят, ни в одном подъезде никакого ремонта не делалось. Но у коммунальщиков своя правда. Руководитель управляющей компании разложила нам траты. Тариф на этом доме – 8 рублей с квадратного метра. За месяц набирается 64 тысячи. Этих денег, говорит руководитель, не хватает для должного содержания четырех подъездов девятиэтажного дома. Собираемой суммы хватит разве что на покраску стен. Сейчас ремонт подъезда стоит 140-150 тысяч рублей в зависимости от состояния подъезда и желания поменять почтовые ящики. Вот такая средняя цена у нас на рынке Бардаула, если работать хорошими материалами, делать соответственно хорошее качество. В управляющей компании подчеркивают, качественный ремонт возможен, но в нем тогда должны быть заинтересованы и сами жители и собрать куда большую сумму для ремонта своего же дома. Ну а пока жильцы от такого варианта отказались. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. С началом сезона посадок Россельхознадзор возбудил уже 61 административное дело о незаконной продаже саженцев. Когда продавцы предлагают купить то, что как минимум не приживается. Как отличить хорошее растение от плохого и не попасть на уловки мошенников, сейчас объяснит Маргарита Гартунг. Вот здесь вот через пакет очень хорошо видно, как образуются новые белые корни, которые питают растения и оно идет дальше в рост. Это идеальный саженец. Он точно приживется и даст плоды. В отличие от подделки. Старые растения без прививки сертификатов нередко появляются в продаже. Саженцы, которые не были реализованы в период покоя, то есть ранней весной до засушливого периода, они расфасовывают по пакетам, добавляют туда грунт, субстрат и продают под видом закрытой корневой системы. Эти саженцы, не наросла корневая система в них, и поэтому будет слабая приживаемость. В самый сезон продаж саженцев специалисты Россельхознадзора провели рейд в поисках незаконной торговли. И первый же продавец оказался недобросовестным, без документов и сертификата. Теперь женщину ждет административный штраф, правда весьма небольшой, от 500 до 1000 рублей. Главное это требовать у продавцов документы, подтверждающие качество. Если данный документ и продавец затрудняется, это мотивирует, что данные саженцы, то есть своего участка, сами вырастут. То лучше обойти стороной, поскольку приобретая сегодня саженцы, вы надеетесь на получение урожая в ближайшие три года, да, и качество саженцев не дадут урожая, и будет потрачено и время, и ваше финансовое срасте. Документы отсутствуют? Документы. Заттание установлено, происхождение тоже. В смысле? Я ничего такого не понимаю. Это ваше, а я вот в этом плане, я привыкла по-простому жить, по-по-норозному. Подобные рейды Росельхознадзор проводит с начала весеннего посадочного сезона. И за это время административное дело успели завести уже на 60 продавцов. Агрономы советуют при покупке молоденькой яблони, груши или сливы обращать внимание на состояние корней и листьев. Как правило, дерево не должно цвести, а быть в состоянии покоя. И не стесняйтесь спрашивать у продавца сертификат. Тогда вы точно не купите кота в горшке. Маргарита Гартунг, Алексей Фризен. День с толком. В Барнауле на Страусином ранчо приютили медвежонка. На днях его обнаружили в Новичихинском районе. Косолапый при неизвестных обстоятельствах остался сиротой. Медвежонок был в плохом состоянии и вообще чудом остался жив. Какая судьба ждет Косолапого, а променяет ли он природу на жизнь в клеточку, расскажет Ирина Корчагина. Он рано лишился мамы, поэтому защищать себя приходится самому. Косолапый малыш не доверяет людям от слова совсем. Скорее всего из-за них он и остался сиротой. Нашли мешку в Новичихинском районе, в полях. Голодный, испуганный. Сегодня третий день, как он находится под присмотром на Страусином ранчо. Условия нормальные. Молоко, хлеб, мясо, рыбу, яблоки режем, мед даем. Вот это каждый день. Что ему больше всего нравится из еды? Мед. Мед он любит. Остаться одному в таком возрасте для медвежонка – колоссальный стресс. Обычно они живут с мамой до двух лет. Где Мишка потерял братьев и сестер – неизвестно. Здесь, на Страусином ранче, будущий хищник, как белая ворона среди своих одомашненных соседей – коз, куриц. Можно вручную будет привыкнуть. Через месяц будет на руках сидеть. То есть мы можем надеяться, что в будущем у этого медвежонка все хорошо сложится? Нормально все будет. Но, скорее всего, к рукам привыкать не придется. В ближайшее время Мишку планируют перевезти в один из центров для одиноких медвежат. Там косолапых готовят к самостоятельной жизни. Когда этот малыш пройдет курс молодого бойца, его выпустят в дикую природу, где и место медведя. Кстати, буквально на прошлой неделе учиться взрослой жизни туда отправили еще двух алтайских медвежат. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok